Воскресный день, сегодня у нас неделя о слепом, в общем-то об этом мы и слушали сегодняшнюю Евангелие, именно о том слепом, который был исцелен Христом. Меня всегда восхищала умственная такая вот умная живость этого человека, он сумел сразу понять, кто перед ним, поверить в это и в отличие от других людей, с которыми Господь творил чудеса, ну допустим, как те прокаженные, которые ушли и не вернулись, кроме одного воздать, слава Богу. И многие другие, они получали чудо и уходили, наверное, радуясь ей благодаря про себя. Но вот данный святой, он сразу начал свою проповедь. Он сразу встал за Христа против фарисеев. И даже он не только защищал Христа, говоря им вещи очень разумные. Ну, например, он сказал им, что то и удивительно, вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. И никогда не слыхано было, чтобы кто-то отверз отчасти порожденному. Но он и напал на этих фарисеев, видя, что они противятся Богу, видя, что они оскорбляют Бога, который только что сотворил над ним чудо. Он напал на них своей иронией, когда они сказали в очередной раз, расскажи, как это было с тобой. Он с нескрываемой иронией ответил им, я вам уже говорил, его не слышали. Может быть, вы хотите стать его учениками? Тоже. Он пытается заставить меня рассказывать, как со мной это случилось. То есть, данный человек, будучи слепым глазами тела, он оказался очень и очень зрячим глазами души и ума. И он явил нам такую живость и ясность своего сознания. И вот всем нам хотелось бы пожелать того же. Наверное, мы также где-то слепы, мы не видим очевидных каких-то событий, которые Господь посылает нам на нашем жизненном пути. Мы не видим каких-то чудес. Мы считаем, что какие-то вещи, которые сотворены с нами напрямую Богом, мы приписываем их с течением обстоятельств. Там они какими-то жизненными ситуациями. Вот там мы где-то слепы. Но вот чтобы мы не теряли такое духовное зрение, чтобы мы, во-первых, всегда видели Бога, во-вторых, всегда видели Его Церковь и, в-третьих, всегда видели своего ближнего. Чтобы вот эти три вещи всегда находились в фокусе нашего зрения, чтобы мы не были ни дальнозеркими, ни близорукими, чтобы мы точно видели то, что нам необходимо видеть в духовном мире. И чтобы мы всю нашу жизнь, оставшуюся нам, прошли зрячими людьми, чтобы мы не упали в яму подобно тем слепым, которые один ведет другого. Чтобы мы всегда понимали, что настоящим зрением православного человека является соборный разум православной Церкви. Вот именно это является зрением православного человека, не позволяющим ему упасть ни в какую яму, какого-то духовного заблуждения, и не пойти по другому пути какой-то идеи вдохновляющей. Чтобы вот эти вещи мы понимали. До тех пор, пока мы руководствуемся зрением Церкви, мы являемся зрячими. Как только зрение Церкви для нас станет чуждым, мы станем слепыми. И всем нам я этого желаю, чтобы мы всегда понимали, что мир, окружающий нас, и события, происходящие в этом мире, и людей нас окружающих, мы можем воспринять в истинном смысле только через зрение Церкви, через соборный разум Церкви, которым руководит сам Бог. Всех нас сегодня я поздравляю, почастившихся, исповедовавшихся. Подходите к Христу. Продолжение следует...